Поэтому, я надеюсь, вы будете внимательно меня слушать, я надеюсь на диалог, и я надеюсь на интересные вопросы в конце, на интересные ответы в конце. О, здесь немножко. Это некоторые мои работы. Сейчас, в данный момент, я работаю в Beer Games Kiev, мы работаем над AAA Mobile, и я занимаюсь разработкой арт-стиля проекта. Собственно, тема лекции, как она возникла. Я думаю, как и многие из вас, я слушаю подкаст Галенкина «Как делают ихли». Галенкин, Кузьмич, они достаточно часто употребляли формулировку, и саму фразу «Если у игры, у инди-игры есть риски, если вы не уверены в их успехе, если вы не уверены в экономическом успехе, в больших прибылях, вы должны пристрелить этот проект, независимо от того, на сколько процентов проект завершен. Даже если он завершен на 80 процентов, вы должны пристрелить этот проект. Вам незачем с ним мучиться. Но это подход продюсеров, экономических менеджеров. Давайте сейчас мы посмотрим видео. Звук? Звук здесь классный? Отлично. Ну, вы смотрите. А я вчера скидывал эту презентацию, говорили, все отлично показывает. Из Google. Здесь хорошая музыка подобрана. Я буду вам немножко это озвучивать. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Если кто-то играл в Кронокросс, здесь саундтрек из Кронокросса, из главного трейлера. И заканчивается очень таким акцентным. Я за день не заказывал этот трейлер. Вы обращайте внимание на проекты. Это важно сейчас. Да, я тоже в ней не играл. Это отличная игра. Это одна из лучших игр. Ну, зато у вас не будет отключения на музыку. Погрузитесь в визуальное восприятие. Я все-таки художник, да? Наслаждайтесь картинкой. Здесь был красивый музыкальный акцент. Итак, что же объединяет эти проекты? Давайте минутку уделим. У кого-нибудь есть какие-нибудь мысли, что объединяет эти настолько разные проекты? Вот этот ответ не совсем точный, но он самостоятельный. Все эти проекты, если судить по подходу продюсерскому, закрывайте проекты независимо от их завершенности, в зависимости от того, насколько вы видите их риски. Все эти проекты имели либо в процессе разработки очень большие экономические риски, либо постфактум по релизу проекта имели провальные определенные результаты. И это не все. То есть кроме того, что эти проекты все в той или иной мере были очень рискованными, либо очень провальными, это все хитовые проекты. Если коротко вот про некоторые из них рассказать, это называется «Как объявить о банкротстве студии?» Сказать всем разработчикам «Мы закрываемся, мы расходимся», сделать проект «Прощальный лебединую песню студии». И в результате этот проект превращается в самый главный бренд мировой игровой индустрии, который только в номерных сериях насчитывает 15 частей, не считая около 20 боковых, сторонних. Это Final Fantasy, я думаю, многие узнали. ИКО — это проект, о котором многие говорили, широко известен в узких кругах. Несмотря на его атмосферность, оригинальность, он был настолько маленьким в продажах, что фактически, по факту, он был провальным. Но этот проект, он был началом для последующего пути, который приведет нас к четвертому пункту, к которому мы сейчас вернемся. «The Beyond», «God and Evil» и «Шеллянсель». Проект, который проектировался изначально на три части. Сюжет, концепция, бюджет. Но первая часть настолько была экономически провальной, опять же, несмотря на очень позитивные отзывы игроков, прессы, проект по факту оказался провальным. Но, несмотря… Мы ведь не просто провальный проект рассматриваем, да? Если вы смотрели E3 позапрошлого года, один из самых больших анонсов, один из самых амбициозных проектов, «Beyond, God and Evil 2». Он настолько огромен и настолько масштабен, что многие журналисты задаются вопросом, как они смогут это реализовать? «Ubisoft» — одна из самых больших студий. Непонятно. Но что к этому привело? К этому анонсу многомиллионному, там сотен миллионному, да? Вот этот вот первый проект, который был зарелизен 18 лет назад, в который я играл в то время. Он отличная игра. И следующая игра. Как сделать проект мультиплатформенный, много сделать совместных головоломок, интеграции социальной, а потом взять все это, выпилить, убрать анимацию тела, рук, головоломки все убрать, оставить двух персонажей, выпилить голосовой чат, выпилить голосовые команды. В результате выпилить 80% всего того, что осталось, того, что планировалось. Довести компанию до банкротства. Треть студии ушло. Треть дорабатывала последние, остальные две трети дорабатывала последние три месяца, не получая зарплаты. Но они верили в свой проект, они его зарелизили. В тот год они получили почти все возможные награды. Если я не ошибаюсь, даже некоторые дали игру года Джорни, а не The Last of Us, которая вышла в тот же год. А Last Guardian, еще один из многострадальных проектов, ради которых я покупал еще PlayStation 3. она вышла в конце прошлого года на PlayStation 4. Девять лет разработки. Уволенный главный дизайнер игры. Много скандалов. Кроме того, падение в два раза цены на саму игру через два месяца после релиза такого никогда не бывает с успешными играми. Это явно говорит нам о том, что проект оказался не очень экономически успешным. Но это тот проект, который будут делать HD-ремейки всякие и через 20 лет, и через 50 лет. И в него будут играть всегда. Это проект, который останется навсегда в истории и PlayStation, и игровой индустрии. Как лучший из... Лучший из... Коротко. Fallout. Это другой пример. Там делала группа людей, но... Короткая разработка. Опытная команда. Он настолько, опять же, оказался экономически провальным, несмотря на все хвалебные отзывы, что единственное, что спасло студию, это выпуск акций и сделать компанию публичной, привести внешние инвестиции. Если бы они этого не сделали, компания умерла бы на месте в тот же самый год, когда вышла самая известная игра в бренде Fallout. Кто теперь не знает о Fallout? Я думаю, большинство. А Ками от известной Clover Studio отличная игра, хорошая игра. Она продалась тиражом даже 600 тысяч, но для издателя это было очень мало. Студию всю уволили. Это можно считать экономическим провалом. но из-за того, что во главу угла оставилось качество, проект пошел за последние годы PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation Wii, я запутался, он почти на всех платформах есть, потому что игра отличная. И она, несмотря на свой провал, это экономический успех. Смотрите, если вы придете к разработчику на подобной конференции и скажете, я разрабатываю игру пять лет, три года, три-пять лет, я не знаю, когда будет релиз, я еще не уверен. Что вам скажет продюсер? Вам продюсер скажет, чувак, ты должен зарелизить немедленно то, что у тебя есть, посмотреть на продажи, посмотреть на фидбэк, и потом, возможно, продолжать, если он будет успешным. А если все то же самое будет, там, пять-восемь лет, вы придете и скажете, у меня вот такой отличный проект, но я не знаю, когда релиз, я еще его не закончил. В ситуации с восемью годами, я думаю, продюсер вам ничего не скажет, он будет от вас просто держаться подальше, восемь лет, чувак сумасшедший. И так все еще скажет, ребят, держитесь от него подальше. Вот это вот все, это долгострой, одиночной разработки. Это не просто долгострой, это успешный долгострой, одиночной разработки. Либо один человек разработал, либо несколько нас, ситуация с облубоем. Семь лет, пять или шесть лет и десять лет. Смогли бы они выпустить проект наполовину готовым, сырым, продать его успешно, а потом сказать, ну мы выпустим какие-нибудь там дополнения, оставим этот вопрос пока открытым. Какие у нас есть плюсы и минусы клонирования? Когда вы занимаетесь клонированием, вы идете по очень известной проторенной дорожке. у вас есть все схемы, у вас есть геймдизайнерские наработки, скорость ваша вырастает в разы. Готовые схемы и пайплайны. Много готовых ассетов в современных сторах для 2D, 3D графики, для кода, для кода отдельно. Это отличная штука. Очень много готовых ассетов, которых вы можете использовать. Здесь скорее это сказано в плюсах для графики. Вы можете даже не использовать графику, которая уникальная будет для вашего проекта. вы можете использовать универсальную графику. И опять же, делая клон, вы не тратите много времени на саму проработку механики. Это то, что занимает очень много времени и вы можете выпустить проект достаточно быстро. Но минусы. Вторичность. Вы, делая клон, всегда делаете его я сомневаюсь, что здесь есть люди, у которых есть сотни тысяч долларов для вливания в трафик, для поднятия своей игры в стори. Да, там какой-нибудь. Может, я ошибаюсь, может, здесь немножко. Есть люди такие. Но из-за этого у вас опять же сложность позиционирования проекта из-за отсутствия оригинальности. Вы делаете клон. Как вы его будете рекламировать? У меня такая же игра, как Clash of Clans, но я ее сделал в три человека. за два года, за один год. Как вы сможете переманить к себе любителей вот этой вот Clash of Clans, в которой вложено много, сотен, тысяч, миллионов, несколько миллионов, десятков, возможно. они объединяются с следующим проектом. Очень тяжело вам будет это все. И вот этот вот пункт я внес. Я недавно переслушивал подкаст в том же «Как делать игры Дыбовского и Орловского». Как сказал, Орловский — это отдельная большая тема, но делая клон проекта, вы немного зарабатываете себе в минус, в карму, потому что вы забираете прибыль от автора оригинальной идеи, который потратил много времени на разработку этой идеи. Наочно, приблизительно, умозрительно, как мы можем видеть, время разработки клона по известным схемам и разработки оригинального проекта. Но если кто-то не знает, игровая индустрия — это, наверное, самая рисковая индустрия у нас в мире. 98% по статистике являются убыточными. Ребят, если вы там инди-разработчики, вот посмотрите, 98% у нас релизов в индустрии являются убыточными. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Недостаточно просто взять, выпустить что-нибудь. Время разработки оригинального проекта такого же масштаба, такой же команды, он удлиняется в разы. Вам нужно тратить время на поиски арта, на поиски геймплея, на поиски оригинальных механик, на историю. Вам нужно это все оттачивать. Но при этом у вас появляется шанс попасть вот в те самые 2%. И также в чем ценности инди-проектов? Оригинальность это то, что вы не получите создавая и работая над большим проектом. если вы не знаете, то при совместном обсуждении любых аспектов, любых вопросов геймдизайна игры, когда этим занимаются очень многие люди, у всех разное мнение, и все острые углы, они всегда обтачиваются. Из-за этого проект становится очень усредненным. Инди-проекты как раз замечательные и выделяются тем, что у них есть острые углы, у них есть эти темы, вопросы, которые они поднимают, они оригинальные эксперименты. Опять же, работая в компании, вы не можете использовать свои идеи. Вы скорее всего, и это всегда так, у вас есть файплайн, готовый сразу же на проект, как, что нужно для того, чтобы выйти. Я сейчас работаю в небольшой команде, но даже привнося хорошую идею, создавая дополнительную глубину для проекта, ты когда подаешь идеи, эти идеи, они не есть форомеханикой. А за проект отвечает за финансирование продюсеров. Он смотрит такой, отлично, мы подумаем над этим, у нас вот такой есть список, и мы вот эту вот идею поставим, когда мы зарелизим проект, мы поставим ее там пятой, десятой снизу, это хорошая идея, но мы подумаем. Поэтому, когда вы делаете свой собственный проект, вы имеете абсолютно полную свободу делать то, что именно вы хотите. У вас никогда этого не будет, когда вы будете работать в команде. Тем более, чем больше команда, тем меньше ваш процент в этой команде, тем меньше у вас влияние. Ценности, привлечение своего личного опыта, это еще одна из очень важных особенностей инди-проектов. За что мы играем в пиксельные маленькие истории? нам нам не нужны истории о супергероях накатанные на рельсы обычные банальные схемы. Мы хотим чего-то уникального. Мы игроки хотим чего-то уникального и мы разработчики хотим дать что-то уникальное. Поэтому для того, чтобы ваш проект даже не так привнеся свой внутренний мир, свой личный опыт проект доставь его у себя изнутри вы делаете проект намного более уникальным намного более заметным и коммерчески более успешным из-за заметности. И четвертый пункт то опять же что вы никогда не сможете сделать в команде это определение раздвижения храниц сложные психологические дилеммы чрезмерная жестокость эротика порно вы можете это абсолютно все под разным соусом с разных углов разные аспекты этого всего подавать и вы можете тестировать как иногда вот последние пункты с ними тяжело на демонстрации стендов но для этого у нас будет дальше немножко пунктов которые позволяют это все реализовать эмоциональные проекты то о чем я говорил которые стали успешным из-за привнесения себя своего личного опыта своего внутреннего мира в игру Стэнли Парабол Баунт The Dragon Cancer To The Moon это достаточно известные хиты если кто-то из вас не знает я кстати далеко не во все из них играл это важный вопрос или его можно в конце успешный проект это экономически успешный проект мы сейчас можем градации определять очень разные я немножко дальше это упомяну коротко несколько основ о некоторых из них Dragon Cancer если кто-то не знает это у отца умер сын из рака ребенок он не знал куда сублимировать свое горе и он взял создал об этом игру я не знаю как он об этом там выступал писал ли он что-то говорил ли он что-то об этом но эта игра нашла очень глубокий отклик в медиа в индустрии его она стала достаточно популярной bound игра про социальные проблемы в семье она это несмотря на то что это платформер вы играете в это независимо от того что это платформер если кто-то не играл я очень рекомендую я в свое время когда играл в нее я заспамил всю свою страницу в фейсбуке скриншотами видео и всем остальным она просто прекрасно если вы посмотрите на графическое оформление оно что я всегда смотрю как художник вы видите что спектр этой игры он очень широк от монограммы до очень световой и разной и вот мы здесь все собрались преимущественно инди-разработчики которые разрабатывают игры либо в одиночку либо в небольших командах вот вам некоторые примеры которые пришли из внутреннего опыта либо желания создать игру Papers, Please Papers, Please у нас это достаточно известный разработчик Лукас Пол он разрабатывал его два года из-за того что ему приходилось летать очень часто в аэропорту в аэропортах на самолете и иметь дело с волокитой бумажной он создал об этом игру кто делал игру о бумажной волоките никто да она очень успешная она прибыльная очень Брейд Джонатан Блоу если кто-то смотрел их фильм о инди-разработчиках вы должны были видеть всю эту историю он художника привлекал для создания проекта все остальное вроде как он делал сам или замечательная история как заработать два с половиной миллиарда на проекте разработанном в одиночку Индию кто-то знает я думаю никак и никто ни у кого не получится Майнкрафт история несмотря на то что все о нем знают это проект разработанный одним человеком ой пять минут я думаю может мы немножко переберем чуть-чуть да все сделал один человек код графику геймплей и потом он уже расширил команду когда пошел Undertale игра о клише игровой индустрии масс-медиа разработчик собирал на кикстартере пять тысяч долларов а собрал 52 тысячи долларов Star Diwali это хороший пример клонирования когда я говорил о клонировании и минусе в карму это все отлично очень плохо но этот пример отлично показывает как ты можешь взять любя одну серию которая пошла вроде как не туда а я хочу сделать идеальный проект как я хочу его видеть человек взял 4 года сделал супер успешный проект до сих пор развивает и он очень успешный возможности средства сборов на инди-проекты игровые конференции Game Gathering Украина Польша все остальное если у вас есть возможности вы ездите у вас когда хороший проект вы имеете возможность заработать поэтому делайте хороший проект занимать первые места конкурсы и гранты от платформодержателей и цифровых платформ Dust разработчик выиграл от платформы Microsoft 40 тысяч долларов на разработку и начиналась это как все история для анимации трансформировалась в игру и закончилась прекрасной игрой сначала эксклюзивом на Xbox потом по всем остальным платформам Kickstarter и много основных подобных площадок для краудфандинга Patreon инвесторы и издатели это все то что на вас немножко более влияет и поэтому они пятым пунктом стад Patreon это я говорил мы вернемся к пункту когда вы делаете игры о эротике и порно ни одна площадка не пустит вас порно на свободную продажу на своей площадке на патреоне мы знаем не одну из таких игр есть такие игры которые из-за своей специфики собирают деньги на патреоне напрямую и успешно существуют еще один пример необходимости создания авторских проектов для геймдизайнеров очень часто вы сейчас видите мы можем видеть все вакансии да требуется геймдизайнер индустрию но без опыта геймдизайнера просьба не беспокоить немножко парадокс получается да хочешь работать геймдизайнером опыта нет никто тебя не берет опыта опыта неоткуда получить иван ковалев именно по этой причине сделал свой индивидуальный проект g30 он сначала хотел показать что он может что-то вы можете посмотреть доклады в этом проекте его на ютубе также найти через полгода кстати учитывая немножко предыдущий слайд я сейчас наверное отмотаю быстренько когда вы делаете индивидуальный проект вы вам приходится ездить на конференции вам приходится показывать свой проект вам приходится делать поиски и поэтому вот все это время удлиняется у ковалева ивана у него он планировал за несколько месяцев за полгода сделать проект он я думаю не надо упоминать он растянулся раза в три минимум но в некоторый момент его уже не взяли не из-за того что он не может что-то сделать а из-за того что сказали чувак твоя игра настолько хороша ты обязан ее доделать ты сначала ее доделай а потом мы тебя возьмем вы можете здесь шрифт не разобрать но вот там вот проекты это все про первое место про победы поэтому для гейм-дизайнеров если вы думаете как попасть у вас нет опыта ищите пути пытайтесь сделать свои проекты еще раз вернемся к первому слайду что еще объединяет вот эти вот все проекты полминуты варианты пожалуйста обозвайте еще давайте давайте еще отлично все эти проекты всегда обычно успешные проекты объединяет еще одна очень важная штука за ними стоит личность главный гейм-дизайнер который не идет на компромиссы который обычно ведет свой проект тот Говард в ситуации с фоллаутом немножко другая история там как раз коллективная история они есть разные если вы кстати обратите внимание большинство из них японцы поэтому то о чем я говорил раньше делая коллективный проект всегда оттачиваются углы всегда проект становится очень ровным но очень обычным регулар поэтому поэтому у меня сейчас так некоторые имена вылетели из головы я вам сейчас напомню если кто-то не знает тот Говард фоллаут он всегда представляет серию футболу 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 курирует проект Beyond God and Evil 2 очень большой очень масштабный и Джинова Чен парень который не не согласился закрыть проект пойти на компромиссы выпустить то что есть на данный момент веря в свой проект Джорни он влез в долги я не призываю вас влезать в долги это опасная штука вы всегда должны думать о экономической составляющей как вы можете распределить свои ресурсы но всегда во главу угла нужно ставить не сроки всегда во главу угла нужно ставить качество продюсеры сейчас современная тенденция она рассчитана на то что вам говорят сделайте проект за 1-2 года и зарелизьте его вам очень будет выгодно зарелизить игровой проект за 1-2 года и попасть в эту красную полосу я думаю не очень многие будут рады потратив на проект 5 лет грубо говоря вы можете получить успех success итак а это немножко вот несколько скриншотов вам решил приготовить из The Last Guardian замечательная игра если кто-то не играл Bound Journey The Last Guardian это три игры о которых нельзя смотреть обзоры о них нельзя читать ревью это игры не про механику это игры про эмоции об этом в большинстве ревью напрямую так и говорится но некоторые глупые люди все-таки делают их поэтому возьмите просто придите и вот это обычные скриншоты из игры каждый скриншот ты делаешь это произведение искусства они отличные по свету по композиции по эмоциональному настрою а теперь вопрос почему и когда не нужно заниматься разработкой персональных проектов и за этот вопрос за этот ответ вы просто мой за этот ответ вы получите билетик на фан экспо ультимейт не за этот самый интересный ответ на этот вопрос вы получите билет на фан экспо ультимейт который пройдет 18-19 августа морвокзал Одесса итак давайте теперь несколько минут на ответ вопрос вы видите на экране у кого давайте микрофон если тебе нужны деньги не не заниматься если тебе нужны деньги потому что свой продукт будешь делать максимально качественным и просто прокапив все сроки спасибо за ответ им не стоит заниматься если ты в него не веришь не нужно сделать свой проект если ты в него не веришь окей принято спасибо когда проект идет имеет слишком индивидуальный характер который идет в разрез с видением большинством геймеров не нужно делать проект если у тебя индивидуальное видение очень сильно да которое идет в разрез окей спасибо когда нет хорошей идеи если можно вы немножко чуть-чуть шире ответа давайте два слова это круто но вот у нас есть в одной ситуации два слова в другой ситуации два слова и потом как определять называется победителя если ты делаешь свой проект ты в него влюбляешься и тебе очень тяжело когда он становится провальным то есть это может в принципе перечеркнуть всю твою жизнь если ты к этому не готов то браться не стоит спасибо спасибо я дополню когда в первую очередь во главу всего ты ставишь материальную выгоду когда все мысли направлены на денежку а не когда ты хочешь создать действительно качественный продукт ту игру которую ты хотел бы поиграть в детстве это на доме спасибо там Миша сзади руку поднимает спасибо я считаю что не нужно заниматься разработкой персональных проектов если ты можешь не заниматься разработкой персональных проектов а стоит заниматься когда ты не можешь не заниматься когда ты живешь этим когда это твоя мечта когда ты всегда хотел этим заниматься и хочешь это сделать. Это твоя мечта. Спасибо. Это мне очень напоминает ответ на вопрос, когда нужно писать или не писать книги. Если вы можете не писать книги, не пишите. Если вы не можете не писать книги, тогда пишите. Мне кажется, не стоит заниматься разработкой персональных проектов, когда вы понимаете, когда у вас еще либо недостаточного опыта для воплощения этого проекта, либо эта идея еще не достаточно созрела в вашем представлении, и тогда, возможно, лучше сначала стоит заняться работой других проектов, чтобы набраться точной опыта для своего проекта. Спасибо. А вот там вот парень руку тянет. Я попрошу. Сейчас по очереди. Не стоит заниматься разработкой своего проекта, когда тебе просто нечего нового принести, скажем так, в мир и в свой проект. То есть низкокачественные клоны ни кому не нужны. Да, кстати, возвращаясь к этому вопросу, то, что я забыл сказать. Создавая много клонов, мы порождаем ситуацию луз-луз. Все страдают от ситуации, когда на Steam в Apple Store выходит 20-100 проектов каждую неделю. Вы сами... вам тяжело среди них пробиться. И это большинство свой мусор, честно говоря. Поэтому, увеличивая цикл разработки и повышая качество проекта, вы создаете глобальную ситуацию win-win. Вы создаете меньше мусора для игрока, которому нам нужно разгребать это все, для того, чтобы найти стоящий проект. И вы создаете для игрока более качественный контент, который ему интереснее играть. Кроме того, когда проекты хорошие, игрок часто покупает проекты, несмотря на то, что у него нет времени на все. Проект классный, он надеется его пройти, потом он его сразу покупает. Поэтому не создавайте ситуацию луз-луз, создавайте ситуацию win-win. Делайте экологически выгодную всем инфраструктуру. Там дальше. Самый главный вопрос, который любой разработчик должен себе задать, это в первую очередь, хочет ли он его делать. Все остальное независимо от того, зачем ты его хочешь делать, идея, или ты хочешь воплотить свою мечту, или кто-то хочет просто заработать денег. Задайте себе вопрос, хотите ли вы разрабатывать эту игру, и действительно ли вы можете уделить этой игре достаточное время, и готовы ли вы ее заниматься. Если ответ вашего внутреннего голоса да, тогда да, занимайтесь. Если вы понимаете, что у вас миллион сомнений в голове, но вы все равно там все-таки попробуй, лучше не делайте. Спасибо. У этого вопроса просто непонятен контекст, потому что... Я постараюсь объяснить. Нет, нет, но их может быть только какую задачу человек себе ставит. То есть это финансовая прибыль, ну, успешность проекта, да, это свой личностный рост, ты там как разработчик растешь, пока его реализуешь. Это просто тебе нечем заняться. Ну, то есть в зависимости от того, какая задача, соответственно, если нет ни одной из этих задач, которая тебя интересует, тогда, наверное, не стоит им заниматься. Если хоть что-то попадает, наверное, стоит. Вот и все. Спасибо. Я постараюсь немножко прокомментировать. Если сейчас не забаню. Наверное, не нужно заниматься разработкой персональных проектов, когда работаешь в команде компании. Таким образом ты делаешь проект... Извините, можно сначала, я не услышал. Не нужно заниматься разработкой персональных проектов, когда работаешь в команде компании. Соответственно, ты его делаешь своим, и из-за этого выходит очень много конфликтов, негативных моментов. Я понял, я знаю этот аспект, очень много вы про него обсуждали. И там парень вот с краю, да, в очках, там можно ему ещё? Обширный, немножко обширнее, пожалуйста, чем в начале был крик. Что было? А, в общем, мне кажется, что не нужно заниматься разработкой профессиональных проектов, когда тебе не всё равно, будет он успешен или не будет. Потому что профессиональный проект — это о самовыражении. Это творчество. Окей, спасибо. Значит, это не только о творчестве, это о бизнесе и всём остальном, но я всё-таки выделил бы вот этого вот парня, потому что он в самом начале крикнул, когда не нужно заниматься, когда тебе нечего сказать. Когда тебе нечего сказать миру, не делай. Иди принимай участие в компаниях. Набирайся опыта. Читай книги. Создавай что-то коллективное. Занимайся индивидуально проектами тогда, когда ты можешь что-нибудь уникальное сказать людям. И возвращаясь к вопросу, который я немножко подзабыл. Я себе записал один вопросик из позапрошлой лекции. Я на него быстренько отвечу. Какие вы можете выделить современные технологии в графике? Если... Кто-то, наверное, узнает свой вопрос. Если вы смотрите обзорщиков, смотрите стримеров, всякие репортажи, то обычно после выхода с презентации The Last of Us 2, например, Call of Duty очередного, они говорят слова подобные. Не, ну чё, отлично, и так обычно, ничего особенного. Всё. Это уже давно не есть фишка. Технологичность перестала быть уникальностью. Десять лет назад вы могли выделиться за счет отличной оптимизации, создать хорошую картинку. Сейчас хорошая картинка у всех. Сейчас вы можете выделиться только отличным арт-стилем, отличной концепцией. Если вы можете это сделать, если вы можете это создать, то, милости просим, я очень сам буду рад принять либо участие, либо купить ваш проект. Все мы принимаем участие в разработке. И у меня точно так же несколько личных проектов. Всё. Всем спасибо очень за акцию. Спасибо за ваше внимание и за участие. Вау, спасибо большое. Суперинтересный доклад. Спасибо. Спасибо.